Каждое зернышко на счету, а потому обрабатывается и хранится с любовью. В Красноармейском районе реализуется масштабный проект строительства автоматизированного комплекса по обработке и хранению зерна. Сейчас на данный момент построена первая очередь. Это очистка зерна, калибровка зерна, сушилка зерна. С складированием уже сразу готов. Какой-то уже готовый продукт на склад. Может даже и продажи. Вторая очередь будет построена от семенного завода. Это будут семена люцерны, многолетних трав. И это будет элита зерна, которая будет уже продаваться здесь, в Самарской области. Это уникальный комплекс, аналогов которому нет не только в районе, но и в области, рассказывает губернатору Николаю Меркушкину о аграрии. Линии первичной зерноочистки способны обрабатывать около 120 тонн в час. Пропускная способность сушильного оборудования – 30 тонн в час. Автоматизированное оборудование позволяет доводить зерно до товарных кондиций и производить качественный посевной материал класса «Элит» и «СуперЭлит». Потребности Красноармейского района аграрии обещают обеспечить полностью. Полностью район будет обеспечен водой. О решении многолетней проблемы села заявил глава региона на встрече с местными жителями. Известие, что будет модернизирован магистральный трубопровод, построенный еще в советские времена, красноармейцы встретили аплодисментами. На эти цели удалось получить финансирование из федерального бюджета. Николай Меркушкин провел традиционную встречу с жителями Красноармейского района, где сельчане могли задать актуальные для них вопросы. А ветераны поблагодарили губернатора за памятный знак – Куйбышев запасная столица. «Вы, я считаю, как верный сын, который уважает своих пожилых родителей. Вот такая вам большая оценка». В этот же день губернатор встретился и с жителями Пестравского района и ответил на их вопросы. «Мы единственный район в Самарской области, который не имеет своего футбольного поля современного». «Хорошо. Я тогда говорил и сейчас хочу сказать, мы сейчас, по-моему, уже 17 с искусственным покрытием стадионов, полей сделали. И я говорил, мы в течение пяти лет сделаем везде. 8-9 сентября поедем в Кошки, откроем сразу ледовый дворец под одной крышей и универсальный зал под одной крышей. Сразу Кошки, не намного больше Пестравки, так же почти такой же районный центр». В рамках визита в Пестравский район губернатор побывал на мультифазной насосной станции. Значение ее трудно переоценить, заметил Николай Меркушкин. Объект располагается недалеко от районного центра, в непосредственной близости от нефтяных месторождений нефтяной компании. Новая установка позволит повысить уровень утилизации попутного газа до 95%. Сейчас на станции завершаются пуск наладочной работы, и уже в этом году объект будет сдан в эксплуатацию. Марина Матвеевшина, События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова